Приветствую вас друзья на канале ММА Ревью. Если вы попали на этот ролик, то вы в той или иной мере знакомы с миром ММА. В прошлом году прошел самый громкий поединок в истории смешанных боев. Кто бы что ни говорил, но эти два мужика продали рекордное количество платных трансляций, обойдя и бокс и бесплатный просмотр футбола. Но сейчас судьба обоих на ближайшее время лежит на весах атлетической комиссии после их потасовки на турнире. Все гадают, кто же станет следующим соперником и для одного и для другого. И сегодня я предлагаю вам посмотреть очередной выпуск рубрики ММА Ревью «А что если?», где мы разберем бой Хабиба Нурмагомедова против доминирующего чемпиона полулегкого дивизиона Макса Холуэя. Может ли такой бой состояться? Да запросто. Во-первых, не так давно он практически был воплощен в жизнь. А во-вторых, все мы знаем, как популярно становится двойное чемпионство в организациях. Плюс Макс давненько засматривается и собирается подняться на весовую выше. Ставьте прямо сейчас лайк к этому ролику и поехали к разбору. Хабиба Нурмагомедова вы все прекрасно знаете. Доминирующий чемпион легкого дивизиона, ему 30 лет, представляет Россию. Его плюсы это великолепная кардиоподготовка и высокий уровень борьбы. Хабиб провел 27 боев за карьеру, одержал 27 побед и 17 из них были досрочные. Макс Холуэй, 26-летний гавайец. Чемпион полулегкого дивизиона или просто красава. Очень приятный и позитивный боец, который ведет себя всегда достойно и идет на серии с 13 побед подряд в UFC. В последнем же бою в доминирующем стиле разобрал Брайана Артегу и завершил бой техническим нокаутом. Плюсы Макса это его ударка. В стойке Холуэй невероятно хорош. Готов всегда рубиться насмерть здесь и сейчас. И с этим парнем лучше в размены не вступать. Также боец очень стойкий и имеет отличную кардиоподготовку. Макс провел за карьеру 23 боя, одержал 20 побед. 12 из них были досрочные при трех поражениях. Начиная разбор, сразу рассмотрим антропометрию. Где можно отметить только то, что Макс выше на 2-5 сантиметров. Везде немного рост бойцов разнится. Но вот в этом ролике можно это наглядно заметить. И также Макс младш на 4 года Хабиба. Теперь же перейдем к противостоянию, где смело можно сказать сразу, что это снова классический поединок между ударником и борцом. И безусловно гавайский парень в стойке, более техничный и арсенал у него куда более разнообразный. Макс в стойке выбрасывает просто сумасшедшее количество ударов в минуту, постоянно идет вперед и его давление не выдерживали даже самые стойкие. Но явным нокаутером Макса назвать нельзя. Он забирает бойто ножом ударов. В своей же весовой он практически никого не срубал ярким попаданием и не отправлял в мир снов. А поднимаясь на весовую выше, шансов нокаутировать, нанести тот самый локипанч непробитому борцу, что-то за гранью невозможного. Но все же выбирая фаворита в этом аспекте, то им конечно же является Макс Холлоуэй. А вот что касается партера, то тут бой в одну калитку. Ему придется меня нокаутировать, и если он этого не сделает, если этот парень меня не нокаутирует, тогда этот бой покажется ему долгим. Макс хорошо защищается от тейкдаунов, но с яркими борцами он не встречался. Он справился с лучшим джитсером в дивизионе, но дикого прессингующего вольника у него в карьере еще не было. Плюс Хабиб очень силен физически и в партере будет без шансов. Нурмагомедов был прав, когда сказал Максу, чем ты отличаешься от Барбозы или от того же Майкла Джонсона? Я буквально только что подрался с таким же бойцом, как он. Два месяца назад я дрался с Этсеном Барбозой. В чем разница между ним и тобой? Конечно же я скажу чем. Макс доминирующий чемпион UFC в полулегком весе, но для Хабиба он всего лишь хороший ударник и в очередной раз очень удобен для Нурмагомедова. И также интересный аспект, который ну никак я не мог не затронуть. Это выносливость. Кардио Макса реально поражает и мне бы было очень интересно посмотреть, как Макс будет выглядеть в том же четвертом раунде с Хабибом. Теперь же друзья у меня вопрос к вам. По традиции, какой прогноз у вас на такое противостояние? Ну и конечно же сам подведу итог. Мой прогноз это досрочная победа Хабиба Нурмагомедова. Для Орла это очень удобный бой и тут более чем все понятно. Лично мне бы не хотелось увидеть это противостояние. Хабибу нужен Тони Фергюсон, как и Фергюсону нужен Хабиб и никто другой. А Макс же так или иначе придет в легкий дивизион и придет он с чемпионскими амбициями, но как ни странно, я также хотел бы посмотреть за рубу Фергюсона и Холуэя. Как по мне это будет адский зрелищный бой. Только представьте, две крылатые кардиомашины, которые идут друг на друга в рубке. Вот такой вот разбор в рубрике «А что если, друзья?». Пишите в комментариях, какой поединок вы бы хотели увидеть больше всего и за кого будете топить. А у меня же на сегодня все, друзья. Думаю ролик вам понравился. Ставьте свой мощный бойцовский лайк за мой четкий разбор. Конечно же залетайте в мою группу ВКонтакте и мой Инстаграм. Обсудим с вами что к чему. И обязательно подписывайтесь на канал. Всем мир и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok